Всем привет! Вы на канале Готовим Дома. Сегодня приготовим торт с мандаринами на Новый Год. Готовиться такой торт совсем не сложно, а получается очень вкусным и нежным. Если вы еще не подписались на мой канал, то обязательно подписывайтесь и узнаете еще больше вкусных и простых рецептов. Видео выходит каждый день. Сначала испечем бисквит. 6 яиц аккуратно разделяем на белок и желток. Начинаем взбивать белки и добавляем щепотку соли. Сюда же добавляем 8 грамм ванильного сахара. Взбиваем на высокой скорости миксера, постепенно добавляя 140 грамм сахара. Белки с сахаром взбиваем до крепкой и устойчивой пены. В хорошо взбитые белки добавляем 6 желтков по одному, после каждого хорошо взбивая миксером. Затем во взбитые яйца добавляем просеянную муку в 3-4 подхода. Вымешиваем тесто недолго и на низкой скорости миксера, чтобы не опало тесто. Также тесто можно аккуратно перемешать лопаткой или ложкой. Готовое тесто перекладываем в форму для выпечки, дно которой застелено пергаментной бумагой. Бока формы ничем смазывать не нужно. Диаметр моей формы 21 сантиметр. Форму с тестом ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 40 минут. Испеченный бисквит вынимаем из духовки и переворачиваем его на решетку вверх дном. Бисквиту даем полностью остыть, желательно ночь. Теперь карамелизируем мандарины. Если очень спешите, то этого можно и не делать, но с такими мандаринками будет вкуснее. 6 мандаринов разбираем на дольки и убираем белые прожилки. Лучше всего использовать маленькие мандарины. На разогретую сковороду кладем 20 г сливочного масла и ждем пока оно растопится. В растопленное масло кладем дольки мандаринов. Затем сюда же насыпаем 2 столовые ложки сахара. Все аккуратно перемешиваем силиконовой или деревянной лопаткой. Железную ложку не используйте, так как карамель может кристаллизоваться. Мандарины карамелизируем на среднем огне до полного растворения сахара. И после этого еще держим на огне примерно 1-2 минуты. Карамелизированные мандариновые дольки снимаем со сковороды и даем им остыть. Часть мандаринов откладываем для украшения, а остальные дольки разрезаем на 3 части. Варим сироп для пропитки бисквита. В сотейник наливаем полстакана воды и насыпаем полстакана сахара. Все ставим на огонь, доводим до кипения и варим 1 минуту. Затем снимаем с огня и оставляем сироп остывать. Готовим крем-пломбир. В сотейник насыпаем 220 грамм сахара и 6 столовых ложек муки. Все перемешиваем. Затем сюда же разбиваем 2 яйца и кладем 700 миллилитров некислой сметаны. Опять все перемешиваем до однородности и ставим на огонь. Крем варим на маленьком огне, постоянно перемешивая. Варим до того момента, когда крем хорошо загустеет. Это занимает от 10 до 15 минут. Готовый крем снимаем с огня и даем ему остыть до комнатной температуры. Если в креме появились комочки, то его еще горячим нужно пропустить через сито. 250 грамм сливочного масла комнатной температуры кладем в миску. И насыпаем к нему 8 грамм ванильного сахара. Масло взбиваем примерно 3 минуты до бела и пышности. Также смотрите рецепты приготовления и других тортов. Ссылка на экране и в описании. Во взбитое масло добавляем по 1 столовой ложке уже застывший заварной крем. Каждый раз хорошо перемешивая. Если заварной крем сразу весь положить в масло, то крем получится не такой воздушный. Собираем торт. Уже остывший настоявшийся бисквит разрезаем примерно на 3 одинаковые части. Я это делаю струной для нарезки бисквитов. На верхнем корже бисквитную корочку срезаем ножом. В кольцо кладем бисквит и ставим вокруг него ацетатную пленку. Сжимаем кольцо до размера бисквита. Бисквитный корж хорошо пропитываем сахарным сиропом. Затем кладем слой крема. Количество крема для начинки нужно взять столько, чтобы примерно треть крема оставалась для украшения торта. На крем кладем половину нарезанных мандаринов. Сверху опять крем. Накрываем вторым коржом. Этот бисквит точно так же пропитываем сиропом. Снова кладем крем. Нарезанные мандарины. Опять крем. Последний корж пропитываем сиропом и кладем пропитанной стороной вниз. Сверху торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник остывать минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Третью часть крема, которая осталась, тоже накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник. За полчаса до того, как будем украшать торт, вынимаем крем из холодильника и даем ему согреться при комнатной температуре. Затем достаем торт и покрываем его тонким слоем крема, для того, чтобы приклеить все крошки. Дальше на торт наносим основной слой крема и выравниваем его шпателем. Немного крема оставляем для украшения. Оставшийся крем отсаживаем с помощью кондитерского мешка с насадкой звездочка. Я отсадила сверху на торте звездочки в виде круга, а по низу такой же насадкой сделала волны. В центр торта выкладываем карамелизированные мандарины. В самом конце торт украшаем сахарными бусинами. Торт готов, можно подавать на стол. Крем в этом торте получается очень нежный и по вкусу похож на мороженое пломбир. Он отлично сочетается с воздушным бисквитом и дольками ароматных апельсинов. Если вам понравился рецепт такого торта с мандаринами, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!